На базе САФУ планируется создать научно-образовательный центр Архангельской области и Ненецкого округа. В мае совместный проект будет представлен главе государства. В день рождения заполярной столицы 25 человек получили звание ветеран города Наринмара. Чествование жителей состоялось в воскресенье 10 марта. 23-е по счету в Наринмаре прошли соревнования по кроссу на снегоходах. В этом году Бурандей собрал 55 гонщиков. Катание на лошадях, покорение масленичного столба и блины на любой вкус. Наринмарцы проводили зиму народным гулянием. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Условия использования жителями региона льготного проезда к месту отдыха и обратно претерпели изменения. При использовании льготной дороги за пределами территории Российской Федерации компенсация расходов будет производиться, исходя из стоимости проезда по прямому, кратчайшему маршруту исключительно до пересечения границы России. Об этом доложил руководитель аппарата администрации НАУ Дмитрий Рожин на очередном заседании администрации. Поправки в положение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно вносятся в связи со вступившим в силу 23 января текущего года решением Верховного суда Российской Федерации. Высший судебный орган признал несоответствующими законодательству нормы, допускающие возможность оплаты льготного проезда на территории, находящейся за пределами России. Как отметил Дмитрий Рожин, при этом сохраняется максимальный размер компенсации 45 тысяч рублей на одного человека и возможность оплаты проезда жителей округа к месту отдыха и обратно с учетом права на использование общей суммы компенсации расходов семьи. При следовании к месту использования отпуска за пределы Российской Федерации и обратно, воздушным транспортом прямой кратчайший маршрут определяется до аэропорта на территории России, ближайшего к месту пересечения границы. Был предложен и согласован с теми коллегами вариант, когда мы выбираем базовый аэропорт, ближайший до точки пересечения границы. Соответственно, базовыми аэропортами стали аэропорт Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Иркутск и Владивосток. Соответственно, коллегам, направляющимся за границей, будет оплачиваться стоимость перелета до этих населенных пунктов. Жителям округа, направляющимся за границу, будет оплачена стоимость перелета до аэропортов, названных городов по справке любой транспортной организации или ее агента. Кроме аэропортов, ближайшими к месту пересечения границы могут быть также железнодорожные станции, автовокзалы, морские и речные порты, отметил Дмитрий Рожин. В мае этого года проект совместного научно-образовательного центра Архангельской области и Ненинского округа будет представлен президенту России. Базовой площадкой для его создания выступит Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова. Основное направление НОД с разработкой и внедрением новых технологий и материалов для эксплуатации в условиях Арктики. Это, например, строительство на мерзлых грунтах и создание композитных материалов, геологоразведка и добыча углеводородов на арктическом шельфе с применением новых технологий, энергетика, энергосбережение, эксплуатация машин в условиях Крайнего Севера. Цель – всестороннее развитие арктических территорий страны, их инфраструктуры с сохранением чувствительной к техногенным нагрузкам северной природы. По словам вице-губернатора Ивана Болтенкова, весной этого года планируется провести зеркальную установочную сессию с участием губернатора региона Александра Цибульского и главы Архангельской области Игоря Орлова, где определятся планы по созданию центра на текущий год. Всего в России до 2024 года, согласно майскому указу президента России, должно появиться 15 подобных центров. Первые пять из них должны быть созданы до июня 2019 года. Окружная столица отметила свое 84-летие. В честь этого события в администрации Наринмара состоялась торжественная церемония чествования ветеранов города. Этот знак вручили 25 жителям региона. Главными участниками праздника стали почетные граждане Наринмара и ветераны города. Их поздравили мэр Наринмара Олег Белак, представители исполнительной власти округа и Заполярного района, депутаты Владыка Иаков, командир корабля Наринмар Дмитрий Марушин, сенатор Рима Галушина. Сегодня, в этот торжественный день, мы отмечаем заступление тех Наринмарцев, которые долгие годы, годы развития и процветания города. Слово «тиран» в Крыму из латынского и городе латынского означает «заслуженный бой». Сегодня, в Кабуру, пусть как дальше проводят аналогию с армейской, два жителей Наринмара увеличатся еще одна и один десанты. Хочется бы разверсить на признательность всем присутствующим в саде, всем дающим городу свою жизнь и любовь. С праздником всех, кто из него город. Ну, позвольте мне поздравить всех, кто родился в этом городе, всех, кто приехал сюда на строительство этого города, округа, остался здесь на всю жизнь. Те, кто, где бы он ни находился, в какой бы точке нашей планеты, навсегда подобранно вспоминают вот эту точку на земном шаре города Наринмар. С праздником вас! Особые слова благодарности прозвучали в этот день почетному гражданину Наринмара Людмиле Карипановой. В день рождения города журналист, краевед, составитель и редактор первого и единственного энциклопедического словаря Нинецкого округа Людмила Юрьевна отметила свое 75-летие. Все ваши труды достойны большого уважения, восхищения и по праву отмечены многочисленными государственными наградами. Позвольте выразить вам благодарность со значительным вкладом в сохранение исторической и культурной памяти родного округа и предыдущей любимой музеи. Людмила Юрьевна, пусть ваша жизнь будет наполнена искренней заботой и любовью флийских людей, теплом дружеского общения. Завершилась торжественная церемония вручением знаков ветеран города Наринмара. Всего этого звания в этом году удостоены 25 горожан разных профессий. В аппарате администрации Нинецкого округа идет прием заявок на присвоение звания «Заслуженный предприниматель НАО». Материалы принимаются до 26 марта. Звание присваивается за особые заслуги в развитии предпринимательства, вклад в социально-экономическое развитие региона, создание новых рабочих мест, поддержание высокого уровня социальной обеспеченности работников, соблюдение принципов добросовестной конкуренции, обеспечение высокого качества продукции, товаров и услуг. Как пояснили в аппарате администрации НАО, представления на присвоение профессионального почетного звания могут внести организации, общественные объединения, муниципалитеты, органы государственной власти. Материалы на каждого претендента рассматривает комиссия по наградам, в состав которой входит представитель органов государственной власти округа, органов местного самоуправления и общественных организаций. Окончательное решение принимает губернатор НАО. Соревнования по кроссу на снегоходах Буранды прошли в Наринмаре в минувшие выходные. Соревнования проводятся в НАО 23-й год подряд. В этот раз на старт вышло 55 гонщиков, которые состязались в классах Буран и Свободный. Для спортсменов и гостей праздника подготовлена обширная культурная программа. Традиционно гонки по снегоходному кроссу в столице Ненецкого округа проводятся весной. Впервые они прошли 12 апреля 1997 года и были призваны возродить традиции российского снегоходного спорта и поддержать отечественного производителя буранов. Своё привычное название «Буран Дэй» гонки получили в 2010 году. На гонки в этом году вышло 55 участников. Генеральным партнёром соревнований вновь выступила компания «Лукойл». Для Ненецкого округа это в первую очередь хороший семейный праздник. Возможность побыть с семьёй, встретиться с друзьями и провести время замечательным образом на свежем воздухе. Вот это, наверное, самое главное. Ну а для участников соревнований это возможность, на самом деле, доказать своё мастерство и посоревноваться в том традиционном для нашего округа виде, даже не досуга, наверное, о нашей жизни, как поездка на снегоходах и на буранах. В заездах «Буран Дэя» спортсменам предстояло бороться за победу в классе снегоходов «Буран» в следующих группах. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет – юниоры. Мужчины от 18 до 55 лет. Мужчины 55 лет и старше – ветераны. Женщины 18 лет и старше. В свободном классе снегоходов состязались представители сильного пола от 18 лет и старше. Трасса до начала соревнований была готова. Ребята-гонщики её проверили, посмотрели. Они тут тренировались практически 4 дня. Ребята телевисочные тренировались у себя в населённом пункте. У них там была подготовлена трасса. Но после трёх отборочных заездов трасса на самом деле уже становится очень сложной. На старт выходят женщины в классе «Буран». Победительница будет определена по итогам одного заезда. Предстартовая тишина, начало заезду даёт губернатор Александр Цибульский. Итак, старт, пожалуйста! Давайте, 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 девочки, великие! Погнали! Тройка лидеров женского заезда выглядит следующим образом. Первое место у Елены Стремоусовой из посёлка Красное. Следом за ней финишировала Любовь Балакшина из деревни Антик. Бронзовая медаль снегоходного кросса досталась Анне Христолюбовой из посёлка Лабожское. Я вообще в конце побежала. Самая последняя завелась. И на первом же повороте я буквально пять девушек обошла боками и всё. А потом кого-то толкнула. Не знаю. Это вот у нас стоило. Уже восьмой год вот участвую и понимаю, что пока у меня не будет 12 побед, я не уйду. В культурной программе праздника концертные номера, интерактивные площадки в зоне массового гуляния, в том числе этнотуристические. Новшеством этого года стала работа торговой площадки, сделана в НАО с продукцией производства местных предпринимателей и народных мастеров. А также импровизированные ресторанные двори, где можно продегустировать блюда с северной кухни. По итогам отборочных и финальных заездов победителем гонки признан многократный чемпион снегоходных гонок Алексей Попов из деревни Макарова. Это уже восьмая победа гонщика за всю историю соревнований. Обладателем серебра в этой категории стал Александр Коткин из деревни Антик. Третьим к финишу пришел Михаил Кренц из Тельвиски. Сейчас усталость очень бешеная. Сега-трасса самая из последних трех лет самая тяжелая. Все выбито, не видно, кочек вообще, не ожидаешь, а удар. Среди спортсменов, выступавших в классе свободной на снегоходах и на марках, лучшим стал на Ринмаре Цветалий Стремоусов. Вместе с ним на пьедестал почета поднялись серебряные и бронзовые призеры. Гонщик из села Тельвиска Владимир Кудряшов и Валерий Ижимцев из Красного. Сейчас, во-первых, конкуренция очень большая. Во-вторых, нужно не только перед гонками тренироваться, а стараться вести максимально образ жизни спортивный. Постараться готовить, быть в тонусе, летом также заниматься. Ну и, естественно, больше наката перед гонками. Сейчас так просто все уже не пройдет, все подбираются и максимально тренируются. Из шести спортсменов, участвующих в гонках на снегоходах класса «Буран», в категории ветераны лучшим стал Василий Попов из деревни Макарова. В зачете среди юниоров первым стал Кирилл Чупров из поселка Красное. Генеральным партнером соревнований в этом году вновь выступила компания «Лукойл». Нефтяники поддерживают гонки на снегоходах, уделяют большое внимание социально-культурному развитию региона. Я уверен, что данное мероприятие с годами только будет набирать обороты и повлекать все большее количество участников, желающих посмотреть это великолепное мероприятие. Тем более, что оно объединяет людей разных возрастов, разных увлечений и женщин, и ветеранов. Победители-призеры и участники соревнований получили в качестве награды денежные призы, дипломы участников. Победителям гонок были вручены переходящие кубки соревнований по снегоходному кроссу на приз Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. Ольга Русул, Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 23 марта в Наринмаре пройдут гонки на оленях-упряжках «Семенхат-Мерита» – самый быстрый. В рамках спортивного праздника впервые состоится конкурс зимней оленеводческой одежды. Его проводит этнокультурный центр Ненецкого округа. Как отмечается в положении конкурса, его участниками могут стать как жители региона, ведущие традиционный образ жизни, так и всежелающие. Возраст участников от 17 лет. Лучший костюм будут выбирать в очной форме. Для этого на спортивных состязаниях оленеводов «Семенхат-Мерита» будет организован смотр, где участники продемонстрируют свои национальные одеяния. В жюри конкурса войдут специалисты в области традиционной культуры и мастера по пошиву оленеводческой одежды. Они выберут лучшие мужской и женские зимние национальные костюмы. Победители конкурса получат ценные призы от спонсоров соревнований «Семенхат-Мерита». Наринмарцы проводили зиму. В минувшее воскресенье на площади Маратсея для жителей и гостей окружной столицы прошли народные гуляния, посвященные празднованию широкой масленицы. Хоровод, который вводят гости праздника, символизирует огромный блин – неотъемлемый атрибут веселой масленичной недели. Кстати, по традиции, блины на масленицу должны быть на столе у каждой хозяйки. И у каждой есть свой секрет идеального блинного теста. А блины и пекли на эту неделю? Естественно. А ваш рецепт что такое? Обыкновенный. Молоко, мука, яйца, сахар, песок, все. А соду добавляете? Нет. Как когда? Мы не добавляем, только в Алладь. А блины делаете просто или с какой-то начинкой? Бывает с творогом, бывает с мясом, а вот с тёмкой. Ребенок любит только безо всего, просто блинчики вкусные. И даже варенье не макаешь? Нет, не ест варенье. И скущёнку? Нет. Даже не мёд. Я делаю муку наполовину пшеничную, наполовину ржаную. Очень вкусно и полезно. А соду или что-то разрезает? Ну да, всё как обычно, только мука разная. И как ваши близкие? Обожают? Близкие обожают. На молоке я делаю всегда. А соду что-то добавляете? Соду добавляю немножко, чуть-чуть. Так всё, как обычно. А блины? Просто с маслом или с какими-то начинками? А кто что хочет? Кто как хочет? У меня много внуков, много, кто тебя любит. Но не только вкусными блинами славится масленица. Это ещё и один из самых весёлых праздников в году. В это время принято ходить друг к другу в гости, устраивать соревнования и веселиться. Одной из самых популярных забав всегда служил масленичный столб. А теперь, внимание, вы идёте в другую сторону, по столбцу. А вы туда же. А вы туда же. Молодцы. Смельчаки один за другим пытаются покорить его вершину, дабы заслужить признание окружающих и выиграть приз. В результате ленточки расходятся, как горячие пирожки. А это значит, что смелые да удалые парни в Наринмаре есть. Трюха, чуть-чуть осталось. Полица красава. Вообще моляк. Всё, красава, красава, красава. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Еще одно развлечение на масленицу – катание на лошадях. Они сегодня пользуются особым вниманием у детворы. Сегодня все, кто получил такие билеты у Татьяны Вепревой, сегодня будут ездить бесплатно. По возможности, кто получил такие билетики. Это детишки, особые наши, у которых есть проблемы с финансами. Поэтому сегодня, в день масленицы, мы будем катать их бесплатно. Сколько лошадок сегодня у вас здесь? На сегодняшний день катать всего две работает, потому что массовость народа большая. К сожалению, мы хотели привезти верблюда, но не повели, пока народ не привык. А так вот верховая стоит у нас, лошадка катает и саночка. Поэтому приглашаем вас прокатиться. Существовала у наших предков еще одна традиция. На масленичной неделе из соломы и ткани девушки делали домашних куколок. Это масленичная куколка домашняя. Мы ее сделали в прошлое воскресенье. И целую неделю они стояли дома возле окошка, собирали все ссоры, все плохое, что в доме было. И вот сегодня мы пришли с теми, кто делал такие куколки, чтобы их сжечь, чтобы с ними сгорело все плохое. Завершились народные гуляния сожжением соломенного чучела, символизирующего холодную зиму. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». У православных христиан начинается Великий пост. Самый длинный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. Он продлится семь недель и завершится главным христианским праздником – Пасхой – Днем Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 28 апреля. Накануне Великого поста у верующих принято примиряться друг с другом. Я в этот день Прощенного Воскресения желаю каждому испытать эту благодать, возвышающую нас, очищающую от собственных грехов, потому что только когда мы прощаем ближних, Господь прощает и нас. Только когда мы открываем свое сердце и протягиваем руку человеку, находящемуся в нужде, они – это не обязательно деньги. Это и доброе слово, это и сочувствие, это и совет. И поддержка, не говоря уж о каких-то вещественных пособиях тому, кто в этом нуждается, тогда мы ощущаем близость к Богу, источнику всякого добра, источнику вечной жизни, которой мы идем, вступая на поприще поста, чтобы достигнуть Пасхи Христовой и неоскудевающей радости воскресения Спасителя каждого из нас и всего мира. С праздником, с Прощенным Воскресением прошу у каждого прощения и желаю помощи Божией на этом поприще христианской жизни. После Прощенного Воскресения начинается Великий пост, время покаяния и самого строгого воздержания, когда верующий должен молиться и приводить в порядок мысли и чувства. В эти дни принято воздерживаться от животной пищи и алкоголя. Впрочем, священнослужители напоминают, не стоит воспринимать пост как диету. Главное не ограничение в еде, а духовное очищение. Такова информационная картина к этому часу. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.